Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ капитан второго рампера! Вольно! Вольно! Устав никто не отменял, ни в дальнем походе, ни на берегу. Даже далеко от дома распорядок соблюдать обязательно. Более 300 курсантов из Петербургского военно-морского института на борту учебного корабля отрабатывают штурманскую практику. Впереди у них 7 месяцев и тысячи морских миль похода. Которыми мы совершим очень интересные путешествия в такие страны, как Шри-Ланка, в Индонезии, будем принимать участие в совместных учениях военно-морских комадо-2018. И после этого Попуа-Новая Гвинея, и оканчивается второй этап нашего похода в городе Владивосток. На учебном корабле курсанты проходят отработку по специальности. Будущие офицеры в составе учебных смен заступают на вахту и под руководством наставников оттачивают штурманские навыки. В специальных классах они чертят прокладку корабля, обеспечивают навигационную безопасность и заступают дублерами офицеров штурманской боевой части. Когда мы узнали об этом походе, все были приятно удивлены, потому что такая уникальная возможность предоставляется далеко не каждому учащемуся нашего заведения, что мы так далеко пойдем, не все в это до конца верили. В дальнейшем Борис мечтает служить на Камчатке в рядах подводных сил. Его боевой товарищ Александр также выбрал путь моряка-подводника. Вот только служить хочет на севере, говорит семейная традиция. Мы вступаем уже в ряды офицеров через год и нам сейчас нужно более глубоко изучать свою специальность. На корабле также мы занимаемся отработкой корабельного распорядка дня и привыкаем к корабельной службе. Корабельная служба всегда была тяжелым ремеслом. Кроме учебных занятий, курсанты занимаются внутренней службой, отрабатывают слаженную работу экипажа, выполняют специальные задачи. Курсанты неприхотливы и живут в максимально простых условиях. Койка для сна, ерунду для личных вещей. Курсанты военно-морского института проходят практику на учебном корабле «Перекоп» и живут в следующих условиях. Здесь они спят. Это называется койка. В данном случае это моя койка. Это рундук. Рундуки имеются здесь. Здесь хранятся средства личной гигиены, полотенца. Уже на следующем этапе, во Владивостоке, к экипажу присоединятся курсанты Тихоокеанского военно-морского училища. После чего «Перекоп» с Северным морским путем вернется в порт приписки Кронштадт. По завершении похода каждый участник получит отличительный значок за дальний поход. Михаил Кумбров, Андрей Тымчук, информационный канал «Севастополя». Продолжение следует...